Друзья, всем привет! С вами я, Сергей Чернов, проект SlavYoga. Сегодня поговорим про миофасциальную головную боль. Подробно разберем топографию боли. Самой частой причиной возникновения головной боли являются миофасциальные триггерные точки. Доказана прямая зависимость мигренозной головной боли и головной боли напряжения от наличия триггерных точек в скелетных мышцах. Также имеются неиспоримые доказательства связи дисфункции нижнечелюстного сустава и с последующим формированием артроза височно-нижнечелюстного сустава и наличия триггерных точек в ряде мышц, в том числе жевательных. Максимально подробно эта тема освещена в двухтомнике американских докторов Тревел и Симмонс в первом томе, который называется «Миофасциальная боль и дисфункции». В этом видео я подробно перечислю все мышцы, которые могут вызывать миофасциальную головную боль. Головную боль в области темени могут провоцировать миофасциальные триггерные точки, расположенные в грудинной части грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, а также ременной мышцы. Боль в затылке могут вызывать триггеры, локализованные в области трапециевидной мышцы, первая триггерная точка, вторая триггерная точка, грудинной части грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, В ключичной части полуостистой мышцы головы, полуостистой мышцы шеи, ременной мышцы шеи, группе подзатылочных мышц, большой и малой задней прямой мышцы головы, нижней и верхней косой мышцы головы, затылочно-лобной мышцы, двубрюшной мышцы и височной мышцы. Отраженную миофасциальную боль в височную область могут быть триггерные точки, расположенные в трапециевидной мышце, первая триггерная точка, грудинной части, грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, в височной мышце, первая триггерная точка, вторая триггерная точка и третья триггерная точка, ременной мышцы шеи, в группе подзатылочных мышц, большой и малой задней прямой мышцы головы, нижней и верхней косой мышцы головы, полуостистой мышцы головы. Боль в области лба способна вызывать триггерные точки, расположенные в следующих мышцах. В ключичной части грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, в грудинной части грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, в полуостистой мышце головы, в затылочной лобной мышце, в большой скуловой мышце. Болезненность в области уха и височно-нижнечелюстного сустава могут отдавать миофасциальные триггерные точки, расположенные в латеральной крыловидной мышце, глубокой части жевательной мышцы, ключичной части грудинно-ключично-сосцевидной мышцы и медиальной крыловидной мышцы. Отражённая миофасциальная боль в области глаза и надбровья может провоцироваться триггерами, локализованными в грудинной части грудинно-ключично-сосцевидной мышце, височной мышце, первая триггерная точка, ременной мышцы шеи, поверхностной части жевательной мышцы, группе подзатылочных мышц, большой и малой задней прямой мышцы головы, нижней и верхней косой мышцы головы, затылочно-лобной мышцы, круговой мышцы глаза, трапециевидной мышцы, первая триггерная точка. Боль в область щеки и рта могут отражать триггеры, находящиеся в грудинной части грудинно-ключично-сосцевидной мышце, поверхностной части жевательной мышцы, расположенной в латеральной крыловидной мышце, трапециевидной мышце, первая триггерная точка, глубокой части жевательной мышцы, у брюшной мышцы, медиальной крыловидной мышцы, щечной мышцы, подкожной мышцы шеи, круговой мышцы глаза и большой скуловой мышцы. Зубная боль может также провоцироваться триггерами, и в этом случае они могут быть расположены в височной мышце, первая, вторая и третья триггерные точки, поверхностной части жевательной мышцы и переднем брюшке двубрюшной мышцы. Мы сделали полный обзор виновниц миофасциальной боли в области головы, и что теперь можете сказать вы? Основное лечение самостоятельно в домашних условиях сводится к интенсивному механическому воздействию при помощи пальцев рук, рук, либо подручных предметов, например, массажных роллов, массажных мячей, различных тренажеров, например, тренажеров древмасс, с последующим вытяжением пораженной мышцы, а также созданием условий для предотвращения образования триггерных точек и длительного его существования. В контексте болевых паттернов в области головы это, конечно же, в первую очередь относится к переднему положению головы и шеи, в результате чего перегружаются мышцы шеи, мышцы головы, и возникает миофасциальная головная боль. Также необходимо контролировать, избегать переднего длительного наклона головы и бокового наклона головы, связанного, например, с просмотром какого-нибудь длинного фильма на планшете или длинным разговором по телефонной трубке. Детально изучить описанные выше мышцы можно в этом плейлисте на сегодняшний день. Там имеется подробный детальный обзор трапециевидной мышцы, грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, и со временем будут появляться обзоры других мышц по мере готовности контента, по мере его публикации. Желаю вам крепкого здоровья, отличного самочувствия. Смотрите также мои другие видео, посвященные миофасциальному болевому синдрому и обзору триггерных точек.